Всем привет, друзья! С вами СТЭК, и за то время, пока меня не было на канале, Разрабы Граудет успели выкатить для нас очередную обнову, в которую опять перекопали все механики, да так перекопали, что откатили назад весь прогресс по крафту и по сюжету. Жизнь говно! Вытирая слезы салфетками, я все же дочитал патчноут, там добавили еще новые крафты, новые механики, связанные с мобами, то есть защита базы, оборона базы, пушки для обороны базы, ну, собственно, это уже все по ходу серии. Так что, уставшись поудобнее, сегодня будет чем заняться, но, как бы долго мы и не читали про обнову, у дебетовой карты Black от Тинькофф плюсов куда больше. Таковой я и сам пользуюсь уже пару лет, поэтому искренне и с чистой душой лично от себя рекомендую Тинькофф за его, во-первых, удобное приложение и поддержку, также за бесплатные переводы на карты других банков и, в общем-то, перечислять тут можно еще долго. Ну, а самое главное, оформив карту по моей ссылке, вы получите бесплатное обслуживание карты навсегда, и плюсом приятный бонус в виде тысячи рублей, если в течение месяца после оформления потратите три тысячи. Так что, не упускайте возможность, оформляйте карту за буквально пару минут по моей ссылке в описании и получайте бесплатную дебетовую карту Тинькофф Black с приятными бонусами, которую, кстати, вам доставят представители банка прямо до вашего дома. Ну, а я пошел доставлять дофамины до вашего мозга. Так что, всем приятного просмотра. Ну, а все ссылки в описании. О, смотри, смотри, а раньше же там были эти замурованные в слизь. Теперь классические такие мужицкие. Ты что, хочешь пошалить? Я тебе хочу показать новое введение в обновлении, которое добавили каждому существу. Тварь! Можешь как-то его? У тебя арбалет? Да ему похуй, он дальше спать лег. Вообще похуй. Отходи, 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 отходи. Видал? Видал, чему его научили? Он теперь вот так вот, блядь, делает. Как что-то у него как-то много хп слишком. Блядь! Почему я? Почему я? Ебать-то, смотри, он по палочке пошел. Да почему я? А почему я, а не он? Ну, я уже дизлайк обновлению ставлю. Что такое? Потому что я тотальную слабость в своем арбалете почувствовал внезапно сейчас. Они, как обычно, в новом обновлении подрихтовали всякие значения, типа, там, уроны у разных пушек. И все, что-то я вообще не убиваю никого, блядь, с арбалета. Ого, нифига. Я с одного удара муравья режу. Кота на нормальную тему теперь. Короче, смотри. Что они изменили в боевке? Во-первых, все теперь прыгают. В том числе и божьи коровки. Во-вторых, у оружия, у брони теперь есть новые значения. Такие, как броня. Но она теперь работает образом следующим. Вот, муравьюшку я зарезал. Каким образом? У муравья, так же, как и у нас, есть значение брони. Именно брони. Которая поглощает урон. То есть, если у моего мяча урон 10, а у броня хп 20, я ему нанесу, типа, урон 10. Ой. Нет. Блядь! Короче, если у муравья хп 100, у меня урон 50. Но при этом у него броня 20. Я ему урон нанесу 30. Понял? Не понял. Вот, короче. Но это еще не все. Есть второй вид брони, у которой урон в процентах. То есть, если у муравья хп 100, у меня урон 50. Но у него броня... Все, забудался. Что за пиздец? Зачем они? Куда они полезли, блядь? Это что? Это Blade and Soul, типа, Аллода онлайн. Какая броня? Короче, там суть в том, что есть броня, которая лучше работает когда урон маленький, но много ударов. А есть броня, которая лучше работает от больших ударов. Вот, понял? Броня у кого? У пушки или у муравьям? Да ебало я в рот, не знаю. Какое-то назначение есть новое. Нихуя не понимаю, что за... Тут и так-то, ну, нелегкая система была вот этих уронов. Типа, знаешь, все виды урона там у разных пушек. Новичку разобраться в этом тяжеловато. Только на вики сидишь, блядь, и разбираешься. Они еще какие-то процентные броня, непроцентные. Куда? Короче, смотри, давай супер кратко. Броня есть такая, которая защищает тебя от мелких ударов. Вот таких. Где она есть-то? Покажи мне ее. Вторая броня. Это процентная броня, которая урон поглощает в процентах. И она от сильных ударов, которых мало. Где? Где эта броня находится? Во мне? Ну, блядь, в игре эта броня. Ну, есть она. Ну, ее что, нельзя никак посмотреть? Я не знаю. Что за бред, блядь? Шлем из рыжего муравья. Вот, сопротивляемость 2,5%. Ага. То есть она в процентах. То есть она от крупных ударов. Понял? А, вижу, сопротивляемость 5%. 10%, 5%. Все в процентах. Во-во-во, да, смотри. То есть, получается, у этой брони, если тебе наносят 200 урона, то ты танкуешь 20 урона. Если у тебя процентов 10. Понял? Понял. Используйте зырк, чтобы изучить существо. Чего? Чего? Че такое зырк? Зырк. У тебя есть зырк? Использовал? Кого? Зырк. Какой нахуй зырк? А, используйте зырк, чтобы изучить существо. Как-то нужно зырк нам сделать. Алё. Может, надо... Ёбли, твоё налево. Я, походу, зырк нашёл. Это есть зырк? Муравей! О. Зырк? А, о, зыркнуть на существо. Оп, зыркнул. А-а-а. Забиноклировать существо нужно. Забиноклировать. Только я не могу теперь выйти нахуй с него. Ну, на ту же кнопку. Нет, не работает. Ты сейчас в пруду? Я... Дома. Э, стоп. Что? Что? Это что за младенец там? Какой младенец? У меня... У меня... Я вижу твой ник, что ты где-то там. И при этом вижу какую-то метку твою. Подожди. Это мистер Стерк Плей. Это кто такой? А ну-ка. А, мистер Стерк Плей, блядь. Слушай, а над тобой нет такой иконки. Я вижу только твой ник. А здесь именно иконка с лицом. Да, да, да. Что это такое? Это что за... Что за мистер Стерк? Тут никого нет. Это просто метка. Почему мистер Стерк? Ты мистер Стерк? Я что, всю жизнь мистер Стерк в стиме? Бля, а неужели ты все это время был мистером Стерком? Я не знаю. Ребят, я мистер Стерк. Да нет. Вот мистер Стерк Плей. Шестьсот рублей. Ладно, второй вопрос. Как ты метку поставил? Не знаю. А, оно пропало у меня. Меня тоже. Что это такое? А, я походу... Подожди. Появился мистер Стерк? Да. Это через бинокль можно ставить метку. И убирать ее. Это я походу это... Зыркнул туда. Блядь. Сходили к Бурглу, там закрыто по сюжету. А что нужно сделать, чтобы открыто... Лучи запустить, чтобы взорвало лабораторию. А, блядь. Вот дерьмо, а. Восемь, блядь, часов спустя. Бум. Используйте биометрический сканер... А, я думаю, что с ним поболтать-то нельзя. Что это такое? Такого, бурой, даже не было. Или было? Они же сюжет обновили. Тут, наверное, чуть-чуть по-другому. Тереквесты некоторые сделаны. Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп. Найдите супер-чип для Бургла. О! О! Все! Смотрите, реально. Заработали станции. Теперь вот в этих компьютерах... Можно управлять жизнью. Так, так, так... А почему у нас ничего нет? Показать... А, скрыть, показать... Стоп! Так их у нас было, что 700 тут. Алло! Мужики, какой супер-бур-чип. Нам что, заново весь сюжет пройти, чтобы нам открыли крафты? Ну, пиздец. Ну, неужели все заново это нужно будет проходить? Да, ну, это невозможно. Я не верю в это просто. Я не хочу, я не хочу. Мы сейчас пройдем все заново. Через полгода вылет обнова. Какая-нибудь полная версия, новый сюжет. И там опять все заново. Короче, ребят, мы... Что решили сделать? Мы ворвались в моровенье, дабы проверить новые способности живущих всех тварей в этом мире. Как нам писали в патчноуте, если мы каких-то врагов очень долго будем мутузить, они могут сказать, вы чайли? Придут к нам домой и сидят наших жен. Как думаешь, нормально уже побили? Давай просто весь моровенник истребим, чтобы даже к нам домой некому прийти было. К нам недалеко не закончится и к нам домой никто не придет. Мы немного это самое... переглубили, мне кажется. Пойдем, мне хватит. Кажется, хорош уже. Уже домой приходить некому будет, если мы... Сейчас всю колонию просто переизнечтожим. Я думаю, мы малого убили. Какой малого? Смотри, тут могильная, блядь, братская могила муравьиная. Блядь. Испугался отражением в луже, сука. Хорошо. Не бучи RTX, да? А что муравьи вообще считают нашей базой? То, где мы? Или вон-то, наша старая? Не знаю. Я вообще не представляю, как это вообще может быть реализовано. Я тоже. Ну ладно, это мы подождем, в любом случае. Блядь. Ебать их. Помоги. Никита! Меня доблесть натрахует. Я умер, друг. Давай, блядь. Я тоже сейчас погибну. Валим, 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 валим на галике. Мы малюсенькие пенисы в мире маленьком. Хилок нету. Блядь, клоп, сука! Я думал, что это за... Все. Полег, блядь, в герой нахуй. А, им все равно. Они меня сквозь базу убивают, твари. Ладно. В общем, пока муравьи готовят там свою колонию для наступления отряда, мы решили сбегать по еще одной новой теме. Помимо того, что муравьи сами могут у нас напасть, на карте есть специальные какие-то станции, которые можно активировать, тем самым вызвав волну мобов. Ну, такой типа Tower Defense, внутриигровой, за который можно фармить ТМТ с бонусом. И мы вот хотим сейчас к одной из них пробраться, только что-то, блядь, по пути нам палки в жопу вставили. Ой. Блядь! Валим, гитая! Уходим, уходим. Уходим. Ну, блядь, комары слишком быстрые, пиздец, от него не убежать. Он как будто с самонаводкой, блядь, на тебя летит. С самонапивом. Все, оторвались. А, нет! Подводный комар, блядь! Живи, живи, дружище. Я уже свое оттерпел. Но он самонаводится, они сделали им самонаводку. Самонапиво. Нет, не смешно. Типа, вот если он начал тебя бить, он тебя по-любому бьет. Раньше от него можно было уклониться от его атаки, а теперь нельзя. Блядь! Да я думаю, что шуршить нахуй! Все, со счетом. У меня мятная... А, не мятная, это соленая тварь. Че это? Наконец-то, блядь! Они добавили в крафты смузи. Рецепты смузи. Можно прямо из руки его выдавливать? Нет. Не из руки, но ты видишь, что скрафтить можно и как, и что дает. Че надо искать? Ты трех... Ты... Пей... Зайпись. Да башенку такую. Какую нахуй башенку? Где здесь вообще в теории может быть башенка? Я не знаю. Мне сказали, что возле изгороди есть такое место, где стоит штукенция. В нее пальцем пик и она такая зовет мобов к себе. Мне кажется, тебя наебали, потому что звучит как полное говно. Да там даже в стальном патчноуте даже из скрины этой башни. Не может быть такого, что в выживальческом мире какая-то, блядь, кнопка башни, какой-то ауэр-дефенс, блядь, от насекомых. Ну там эти благовония. Ты включаешь, жуки унюхивают, ты их всех начинаешь убивать. И защищаешь эту башню. Не-не-не-не, пиздёшь всё. Пиздёшь, это твоя жизнь. Мы просто найти ее не можем, потому что не знаем, где она. Мне просто сказал кто-то, что она где-то тут. А я поверил на слово. Да тут она была. И точно не здесь. Может быть как раз в новом биоме она. Да какой новом биоме? Нет здесь нового биома. Но это новый биом, его не было. Вот они, они, они добавили клевер туда, папоротник, и туда засунули эту башню сраную твою. Отстань, 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 отстань. Жук-носорог напал. Нашел! Ёб твою мать, реально, вот она стоит. Блядь, а я только спрыгнул отсюда. Вот такая вот штука. Надо нажать на кнопку и начнется... Как там в песне было? Так. Ебать, ебать, поперли. Поперли. Так, вон, видишь, сверху шкала перезагрузки, нужно выжить, чтобы она выжила. Они уже съели кусок от нее, мы что-то профанируем. Нормально, нормально. Блядь, комары, только не вы, ну, сука. Тишина, пока тишина. Неплохо. Сейчас просто носорог приходит. И мать со своим блум. Ублум. О, скалобор. Скалобор, стой. Скалобор! Я убил скалобора, ебать. Красава, мне три штуки дали. Все, мы теперь сможем что-то с ним сделать. Я как раз сделал себе ультрастрелу, блядь. Слышишь? Случайно пролетело. Я нижним займусь. Блядь. Блядь, ебать их тут! Ебануться! Что-то перебор какой-то. Какой-то ебанутый перебор! Бля комарки бьетушку! Что-то хилка не хилит вообще. Ой, бля, он сбивает ударами. Ну нам пизда, наверное. Мы проебали. Это нахуй, короче. Это жестко, это жестко. Все, нужно приходить с разным оружием. Знаешь, что было и мятное против комаров. Нужно прям готовиться. Да, здесь нужна ультра-подготовка. Ультра-хилки, все виды оружия, лучшая броня. Ну, в общем, наверное, мы что сделаем? Надо вернуться на базу. Там-сям, там, туда-сюда и понять вообще, что нам нужно, куда нам надо, кто мы, где мы и что вообще дальше. Потому что сейчас мы в говне. Чё-то не то, как будто бы, да? Как будто что-то не то, немножко, да? Как будто, что-то, да. Самая малость. Даже не понимаю, в чем подвох. Вроде все так же, но что-то... Как ты знаешь, как будто то ли воздух не тот пахнет. Да, не пойму, да. Псидес, что за каэр-морхин? Это я, короче, тут баловался еще где-то как-то давно. В общем, какие дела у нас, ребят? Мы поиграли на стриме достаточно долго, часа два-три. И за это время мы поняли, что в игре пропало не только квестовое все прогрессовство, но и все крафты, все возможные исследованные места, боссы, вообще все, что можно было исследовать в игре, все у нас отняли, оставили только базу и то, что было на этой базе. Да, по итогу получается так, что у нас все отняли и чтобы нам это все вернуть, нам нужно потратить 20 тысяч часов. Да, и плюс еще сверху куча говна во рту. Короче, че, вообще, какой у нас план по игре в принципе и по этому видосу? По игре, я думаю, мы приостановимся в нашем выживании, потому что это сильный моральный удар, поэтому такая вот тема, если что, туда-сюда и ждем новые обновы, такие только более крупные, 1.0 версию, релиз, вот что-то типа того. А сегодня мы уж давайте закончим наше, так сказать, обзорное видео этого обновы и досмотрим новые крафты, только в творческом режиме. Так уж вот получилось, извините. Так, а что у нас там самое интересное? Это турелька, да, по-моему? Угу. Ты, дружище, как-никогда прав. Как раз крепость, типа, знаешь, сейчас себе тут оборонительную типа составляющую оформим. Подожди, подожди, надо наверх, у нас там плантация специальная для турелей. Пойдем. Сносим, сносим. Слушай, кстати, кайфовый замок получился. Конечно, кайфовый, я делал два часа, его сидел на стриме. Тут такие вымерительные процессы линейкой происходили, ты бы знал. Вот, вот так вот давайте прям бэм. Садись, салака. Есть патроны? Нет, боеприпасы закончились, камушки нужны. Нужны камушки, прям камушки наберем. А то как-то не делал без стрельбища. Что? Что сделал, блядь? А, это стены, да? Да, я думал, я переработал каменный, этот, древянный забор в каменный. Я же чуть с ума не сошел. Залезай в шарманку. Камни нашел? Угу. Так, World of Tanks 2.0, блядь. Это какой-то World of Warships. Ёбаный тварь, ты чё, мразь? Я тварь, я хочу паука уничтожить этим. А тут их нет даже. Дай, дай, дай в это самое залезть. Оп. Давай, давай. Ебанутая тварь. А меня за что? Лох. Так ты единственное существо в этом творческом мире. Мне интересно, знаешь, чё больше всего? Чё? Какой у неё урон? По сути, должен быть урон межгалактический. Да, межпространственный примерно. Но это мы уже не узнаем, потому что игра соизволила отнять у нас эту возможность, потому что, чтобы, ребят, получить эту пушку, крафт этой пушки, нам нужно пройти какую-то из лабораторий в нашем выживании. А какую, непонятно, потому что весь прогресс сбросили, и для нас сейчас все лаборатории новые. И в какой из них спрятался этот крафт, непонятно. А чтобы добраться в эту лабораторию, там нам понадобится что-то ещё, а для этого что-то то. В общем, всю игру нужно проходить заново. Меня это расстроило и морально уничтожило. И при этом никто, мы не защищены от того, что через два месяца опять выйдет обновление, опять они переработают немножко сюжет, и у нас опять всё сбросится. Да, в этом и проблема, поэтому мы, ребята, будем ждать уже полноценную релизную версию Grounded, то есть 1.0, как вот помните в Форесте выходила полная версия. Вот такую же будем ждать и в Grounded, когда они сформируют сюжет, сформируют выживание и не будет такого, что мы в говне. И с днём рождения, Никита, поздравляем мы тебя. Вот он твой праздничный фир-фир. А база неразрушимая. А база неразрушимая. Имба. Постройки только разрушимые, а база нет. Хотел устроить эпичные консольки, А нет, смотри, разрушакся, разрушается. Лягушатник. Ай, блядь, половина пола сгинула. У неё просто в кафе очень много. Да-да-да, вон всё, печка по пизде пошла. Всё, кончились бомбы. Реально неприступная крепость. Посмотрим, насколько неприступная твоя крепость. Блядь. Я чё, ебанулся, что ли, в край? Да блядь, ты чё? Так не честно. Ты чё, блядь? Я неприступность. Сука, задефьюзил. Не открывается, блядь? Не открывается. Иди делом займись, смотрите всякую хуйню, блядь. В общем, вот такие вот дела. В ближайшее время ждите одно немного нестандартное видео по Grounded. Ну, а что в плане выживания, то тут вы уже всё слышали. Также не забывайте про карту Техников Black по ссылке в описании. Как бы, карты балдёжные я и сам пользуюсь. Кому надо, оформляйте. Тем более, тем самым вы ещё и моему каналу поможете. Ну, а также, залетайте на мой Твиче, там часто стримлю. А также, сегодня, заходите на Твиче Никиты, потому что сегодня у него днюха. И, собственно, будет приятно, если вы заглянете. Ссылочку я вам в описании оставлю, поэтому забегайте, там это самое. Лайки, подписки, подписки, пи, блять. Короче, всем пока. Увидимся в следующей серии.